так идем 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 движемся к владу я надеюсь он там нас уже ждет кстати да вон он влад стоит поздороваемся с владом привет влад ну покажи покажи показал всем добрый вечер добрый день доброе утро не дал кого чем ваш кого-то уже доброй ночи в общем приобрели мы раму это джок артистик ну как приобрели грубо говоря нам подогнали бесплатно то есть раму там еще амарт подогнали но руль траверс это все с проводкой не хватает только так при беглом осмотре коммутатора и вроде все даже есть реле поворотников или регулятор напряжения еще и силовой реле не сильно силен в электрике то есть сейчас при беглом осмотре рама жива конечно ржавая где-то гнутая но это все сейчас по планам у нас примерно все накинуть посмотреть что это и как она будет то есть траверсу накинуть кольцо накинуть мотор накинуть ну то есть это не собирать это просто посмотреть общий план как будет выглядеть аэроджок то есть сути я видел но вживую никогда не делаю джоков ничего поехали так ребят с вами снова биви заводик вот голос вы мой слышите сейчас влад колесо накидывает на мотор мы мотор вкатим уже небольшой такой примерный вид приобретет мопед потом ват как уже сказал траверсы вытащим вставим вот это чудо туда ну и покажем что получилось вот такие вот дела пока что к мотору просто вкатили просто шпильку вставили и все и его на март туда вбили сейчас я покажу вам кое-что кстати да вот влад подошел и сейчас ребят для тех кто не знает покажу с какой проблемой столкнетесь если вдруг захотите на джоковскую раму длинную мину сувать пойдем влад подскажешь мне там далласка скажи чё будет если ушко крепления аморта находится в другой плоскости чем мушка тогда придется вам ушка либо на одну часть прикрутить на вот эту грань на эту херня на грани или просто переварить но в этой раме вообще я смотрю крепление держится ну короче нам придется ребят скорее всего вот вот оно ушко и нам надо будет сместить левее чуть-чуть чтобы аморта то есть ровно стоял как сказать параллельно или перпендикул в одной плоскости и кстати да вот влад уже тут начал говорить здесь крепление аморта сверху оно вообще на болтах крепится то есть вот один болт и тут второй то есть как я понял просто вот здесь вот правее дырки просверлить здесь и здесь и крепление просто сюда прикрутить и будет все ровненько стоять и не и не ой и не надо ничего наваривать здесь ничего переваривать ну в общем я думаю вы меня поняли сейчас самое интересное сейчас влад кое-что вам покажет что он хочет сделать будем вытаскивать траверсы собственно что нам надо сделать что траверсы вытащить открутить вот эту вот вот эту верхнюю гайку откручиваем и все и траверсы вниз достается у нас здесь будет игольчатый не игольчатый просто здесь будет шариковый подшипник и снизу будет шариковый подшипник стоять вот такая гаечка мы сюда вот эти вырезки специальные ключа у нас специального нет мы в эти выемки вот видите ребят эти выемки тут маленькие мы вставляем зубила и просто долбим по нему и гайка откручивается кстати очень удобный вариант всем советуем сцепление гайку на сцеплении точно также можно откручивать чё она крутится нет ну как видите она здесь уже от времени немного заржавела окислилось поэтому сейчас немножко проблематично будет открутить но мне кажется лучше в дэшкой брызнуть есть в дэшка влад получилось у нас без в дэшки гайку открутить кстати вот видите она даже от руки идет небольшие влад усилия применяет несмотря на то что там резьба вся ржавая гайка от руки легко откручивается можно было еще маслицем промазать когда откручиваешь чтоб вообще легко все смазалось сейчас будет самое интересное влад вытащит траверсу тогда вот он сейчас еще одну гайку открутит и сейчас придерживаясь чтоб она не выпала я еще больше домопед даю чтоб он не улетел снизу вот такие у нас шарики посыпались сухие значит смазки там уже нет посыпались у нас они откуда собственно снизу посыпались вот здесь стоит а тем временем ребят вот такой у нас сейчас видок мы уже вставили траверсу конечно мы пока и не закрутились до конца там как надо все века пока что шарики то не вставляли пока просто так прикинули что посмотреть как это все будет смотреться такое ощущение что передо мной стоит как будто бы перед у нас стоит рокс без пластика потому что у ракса сзади рама ну частично там немножечко похоже правда но она размером побольше да на руль не обращайте внимание дело в том что здесь на траверсе немного другие прорези да ну короче там мы просто потом вы нас пихнем или чего-нибудь другого вот то есть вот эти гайку сейчас я до конца закручу сейчас вот видите здесь такое расстояние остается это значит что придется скорее всего идти к токарю и какую-то другую шайбу скорее всего делать но какую-то проставку все оставить чтобы вот этого не было расстояние но это мы все сделаем и будет все четенько все шикарно будет если у кого-то из моих подписчиков есть ну тоже также джок собран на 12 колесах траверса вот такая то если вы знаете как траверс у нас от жога r стоит вот именно что гайка просто резьбы не хватает короче если кто-то сталкивался с такой фигней пожалуйста подскажите в комментариях или мне в личку напишите вот чтобы мы может кто-то знает мудрое решение как тут сделать вот еще раз покажу вам со стороны конечно пока ну хотя знаете я даже чё скажу несмотря на то что не пластика не сидушки ничего нет уже прям такой какой-то боевой такой бодрый вид прям уже хочется на нем прокатиться прям желание дикое просто вот он мне прям нравится он мне прям нравится согласить он вид имеет уже во что и ввязался кстати если кто-то хочет предположить сколько владу лет пожалуйста пишите в комментарии вот смотрите обзор на влада ну вот такой вот у нас ребят сегодня видосик получился конечно же еще много видео будет по этому мопеду я думаю всем интересно как он будет дальше развиваться этот проектик ну а с вами был бивесовод и влад обязательно подписывайтесь на канал обязательно подписывайтесь ставьте лайк если вам понравилось это видео комментарии пишите потом мы ждем ответов от вас как вот это сделать если кто-то знает ну и всем пока и и и и и и и и